Многонациональный термес стал очередным адресом встречи трех поколений и уже по сложившейся традиции гостями мероприятия стали послые иностранных государств. Диалог превратился в большой праздник межнациональной дружбы. Репортаж Мурада Садыкова. Субтитры создавал DimaTorzok и представители других национальностей живут здесь одной большой семьей. Мы прививаем детям любовь и дружбу к другим национальностям. Мы все народ Узбекистана. Разные нации. Мы все живем в мире согласии. Это здорово, это же объединяет нас всех. 30 июля в Узбекистане впервые праздновался День Дружбы Народов. Этот праздник, который объединил всех. Импровизированная экспозиция, которая наглядно демонстрировала дух сегодняшней Сурхандари, привела иностранных дипломатов в восторг. В Сурхандариевской области видим, что многонациональный народ очень дружно живет, очень дружно организует мероприятия. Сегодня своими глазами видели, что развивается город Термис. Строятся очень много новых домов, предприятий, культурных центров, молодежных центров. Очень много достопримечательных мест. Заново строили дороги. Этот уголок, к примеру, посвящен афганской культуре. В беседе с гостями студентка из афганской провинции Фарья просказала таджикскому послу о прекрасных условиях учебы в Термисском вузе. Да, это нынешний потенциал Сурхандарии. В течение последних пяти лет регион сделал большой рывок в сфере ремесленничества, пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли. Диалог трех поколений продолжился в местном ледовом дворце. Герои Узбекистана, кавалеры орденов и обладатели высоких государственных званий за одним столом с представителями подрастающего поколения. Такой формат общения нужен в каждой стране, отметили иностранные дипломаты. Это очень хорошее мероприятие. Это нам надо в каждой стране проводить и в Казахстане, и в других странах, чтобы молодое поколение всегда знало своих героев. Сегодня, находясь в Термезе, мы узнали, что Термез очень древний город, более двух с половиной тысяч лет. Здесь большая культура. Здесь все национальности представлены. Прямо здесь, в этом прекрасном зале. Я обратила внимание, что и руководство республики делает много для того, чтобы поддержать национально-культурные центры, потому что только на одном энтузиазме сохранить культуру, язык невозможно. Это только при государственной поддержке. И мне показался Термез – город динамичный. Я недавно была на одном мероприятии в Ташкенте. Оно было посвящено итогам стратегии действий по пяти направлениям развития республики Узбекистан. И там приводилось много цифр разных. И говорилось о том, сколько введено в эксплуатацию жилых домов, сколько построено дорог и так далее. И я, когда приехала в Термез, я увидела, как эти цифры превращаются в реальность. Вижу, как строятся новые микрорайоны там, где была пустыня. И это впечатляет, конечно. В свою очередь, под впечатлением увиденного, таджикский посол зачитал фрагмент стихотворения восточного поэта. Это поэзия о дружбе народов. Солома души. Во время душевного диалога участники говорили о колоссальных изменениях в обликах самых отдаленных окраин Сурхандарии. Живу в Шаргоне. Там произошли очень большие изменения. Сейчас у нас построено много детских садов новых, реконструированы старые. Новый дом культуры, новый стадион, где сейчас молодежь Шаргона может заниматься. В больнице построены новые корпуса, расширяются дороги. Сейчас вот за последние пять лет полностью поменялась канализационная система в городе. Сейчас бесперебойно подается свет, газ, вода в квартиры. Воспряла духом и молодежь Сурхандарии. Время перемен – это время больших возможностей, говорят представители подрастающего поколения. У нас в стране уделяется огромная поддержка молодежи. Все условия, все возможности у нас создаются для того, чтобы молодежь у нас развивалась. У нас есть площадки, создаются, строятся школы, университеты. Наша молодежь стала более развитой. Вот это вот самое главное. И сейчас вот этот праздник, сейчас это нам доказывает, что столько наций, столько всего здесь происходит такого интересного, что вот мы все объединились. Чрезвычайный полномочный посол Туркменистана в нашей стране Язгулы Мамедов посещает Сурхандарию уже в третий раз. Однако стремительно развивающийся регион продолжает впечатлять зарубежного дипломата. В Тюрьмезе я уже в третий раз, на последние три года. И я уже стал свидетелем больших изменений. И в городе, я видел в городе расширение, в городе расширяется. В рамках сегодняшнего мероприятия посетили бюрты киргизов, и казахов, и туркменов, и башкортов, также русских, татаров, таджиков, даже афганцев. Это очень удивительно. Народ чувствуется очень дружно, живет. На встречу трех поколений были приглашены бывшие хакимы Сурхандаринской области. Как уже прозвучало выше, среди гостей были герои Узбекистана, деятели культуры и науки. Интеллигенция Сурхандарии, ритм перемен, ощущает сердцем. Мы с вами свидетели уникального мероприятия. Я 52 года работаю глазным врачом. Видел всякое, но такая содержательная встреча в моей практике впервые. Сегодня государство по-настоящему ценит труд простого человека. Оно проявляет уважение к людям старшего, среднего и младшего поколения. Разумеется, такое доброе отношение со стороны руководства республики радует наших людей. Многолетний добросовестный труд сурхандаринцев государство оценило по достоинству. Группе деятельных и активных людей вручены нагрудные знаки в честь 30-летия независимости Узбекистана. Причем среди награжденных были как представители старшего поколения, так и младшего. Люди с большой благодарностью восприняли внимание и заботу руководства страны. Это большая честь и в то же время большая ответственность. Мы, старшее поколение, стараемся передать молодежи все наши знания и понимание того, насколько важно честно и самоотверженно служить Родине. Ведь для благополучия людей сегодня делается очень многое. Хотел бы еще раз поблагодарить руководство страны за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова